Приходилось залазить в кредиты или сейчас более-менее доступны цены на технику? В основном техника у нас приобреталась, наверное, процентов 60 за счет кредитных средств. Вот в основном. Ну, мы часть берем, конечно, на свои деньги. Но когда стоит, к примеру, комбайн оборудован 30 миллионов, примерно, 5 лет назад, ну, сложновато было. Но без кредитов никто не обходится. Поэтому со стороны государства должна быть помощь соответствующая. Дешевые кредиты, долгие, чтобы мы могли развиваться. Сейчас такие программы есть? Есть программы, но есть какие-то трудности там реализации вот этих вот по кредитам. Там, наверное, финансовая сторона. Там не хватает средств для финансирования процентной ставки. Вроде как такие разговоры идут. Но пока мы не брали в этом году кредиты. То есть пока в этом году мерами господдержки вы не пользуетесь? Нет, мы сами, своими средствами обходимся. По поводу прошлого года удалось ли все реализовать? Конечно. Мы продавали немножко пораньше. Некоторые приезжали урожай. Мы почти в прошлом году, в 22-м году, почти на 80% продали. Понимание было, что цены будут падать. Было какое-то предчувствие, может быть, какие-то догадки, что цены рухнут. Просто настолько много всего у нас сейчас в России. Куда ее будем девать? Цены, естественно, будут падать. Плён был 62, стал 28. Как вы думаете? Ну, 28 тоже, она как бы предельно нормальная цена. Ну, рентабельность присутствует. Ну, когда 60, конечно, хорошо. По всем масличным, по всем масличным культурам провал произошел. Два, два с половиной раза цен. На пшеницу там полтора раза, грубо. Ну, по всем культурам понижение цен было. Зимой я беседовал в школе с двумя классами, выпускниками. Из двух классов только один имеет желание работать на селе. То есть, ну, это, грубо говоря, 50 человек из 51. Ну, тут надо призадуматься. У нас мало освещается, наверное, все-таки в печати, на телевидении. Именно, какое стало производство на селе. И сколько могут зарабатывать. Ну, условия, конечно, не очень хорошие на селе. Все равно нету там ряд заведений, где можно было развлечься. Вот. Ну, люди не хотят на селе оставаться. У нас, если, к примеру, сельского населения в стране где-то 20... Наверное, я могу ошибиться. Вроде 40 процентов, по-моему, сельского населения. В России. Вот. Один процент только остается на селе. Хочет остаться. Ну, просто, можно так сказать. Ну, может, два. Но это плохо. Люди в город рвутся. С города приезжают к нам работать. Сельских профессий сейчас сложно поучить. Дети в школах раньше обучали. На тракториста, на водителя обучали. Было это. Все, теперь дети не знают, что такое трактор на самом деле. Живет в деревне. Уже про коров забывают. Поэтому скоро только будем смотреть где-то энциклопедии. Кто это там, корова, бык? О, оказывается. Это бык, это корова. На самом деле, в деревне так сейчас. А вы слышали такую мысль про создание агропоселка? У нас очень так это слабо развито. Я даже, можно сказать, и не слышал. Это сильно развито в Белоруссии. Лукашенко там в этом направлении мощно работает. Они прямо агропоселки строят со всей инфраструктурой. Все там. Магазины, школы, детсады. Все это делает. Вот. Нам в это направление надо поработать. Ну, я даже хотя бы этого не делать, не строить села. Села модернизировать на более современный лад. То есть клубы какие-то там, дороги что были. Ну, у нас сейчас газ зашел, вода вроде как что-то есть. Движется, движется, но очень слабо. То засуха, то еще какие-то, да, климатические проблемы. Вот как выживать фермеру сегодня? При наутиле от этих рисков мы уходим. Ну, от града и там что-то еще такого мы не спасемся. Но, по крайней мере, от засухи сильной мы маленько как-то компенсируем. Смягчаем удар природный, как бы, вот этого, жары этой. Вот, мы смягчаем маленечко. Поэтому мы к этой технологии пришли. То есть благодаря тому, что увлажняете почву? Ну, сохраняем влагу, правильно. Сохраняете. Да. Мы ее вот собрали зимой, теперь она лежит, она сохранилась. Вот надо поэтому ученых привлечь, сказать, приехайте, посмотрите, сколько мне влаги сейчас на метровом, метровом, двухметровом слое. Вот поэтому я готов сотрудничать с ними, общаться, говорить, что-то там рассказывать, что-то они рекомендуют нам. Мы же не такие уж и умные.